Всем привет! Меня зовут Стёпа и сегодня мы поговорим о том, как же подготовиться к приезду в Китай. Совсем скоро начнётся новый семестр, приедут новые студенты, кто-то приедет на учебный год. И многие студенты часто задаются этим вопросом, что же брать с собой, как подготовиться, сколько денег брать. Сегодня я расскажу вам о своём опыте, поделюсь с вами, как же можно подготовиться к приезду в Китай. Итак, погнали! Итак, давайте с вами начнём именно с того, что с собой брать или не брать в Китай. Опять же, то есть, предположим, завтра вы вылетаете в Китай, вы собираете сейчас чемодан и скоро вам выезжать в аэропорт. Я поделюсь с вами конкретно своим мнением, что я думаю по этому поводу, то есть, что брать, конечно, решать вам. Итак, первое по поводу одежды. Я считаю, что не нужно брать с собой очень много, потому что вы знаете, что в Китае можно приобрести практически всё, что угодно, любые бренды, любой вид одежды, всё, что вы захотите. Поэтому с одеждой проблем не будет. Если у вас есть что-то ваше любимое или вам друзья что-то подарили, конечно, взять можно с собой что-то на память. Обратите, конечно, внимание, в какое время года и куда вы едете, в какой город, будет ли там холодно или жарко, чтобы взять с собой или зимнюю одежду, или летнюю. То есть, то, что вам будет нужно по надобности именно по приезде. Следующий момент – это уходовая косметика и вот предметы гигиены. Здесь это также всё можно приобрести, но если у вас есть какие-то личные проблемы, у вас есть какие-то рекомендации врачей, это то же самое касается каких-то лекарств, это, конечно, всё лучше приобрести в России. Точно так же насчёт аптеки, как я сказал, закупаемся лекарствами, активированным углём, или вот если у вас есть какие-то личные проблемы со здоровьем, лучше это всё приобрести заранее в России в нужных количествах, потому что не факт, что по приезде в Китай вы сможете это найти сразу. То есть, в Китае, наверное, есть всё, просто нужно будет искать аналоги. Ещё могу дать один совет. Лично я так сделал, вот недавно вернулся из России, я взял с собой целый чемодан еды, то есть тех вкусняшек, которых мне здесь не хватало, то, что я могу готовить, то, что я люблю, и то, что достаточно тяжело найти в Китае. Вот, например, у меня это была греча, это был некий алкоголь, это были какие-то специи, приправы, то, что можно готовить, и то, что я действительно люблю, вот именно от тех русских брендов, которые я действительно люблю. Следующее, к чему вам необходимо подготовиться, это, конечно, траты, то есть деньги. Мы не будем говорить здесь про джифубао и вичат, вы про это уже все прекрасно знаете, особенно люди, которые собираются вот-вот сейчас ехать в Китай. Но, конечно, вам нужно взять с собой наличку, потому что по приезде у вас не будет вот способов оплаты, да. Поэтому на протяжении этого видео я расскажу, какие траты вам ещё предстоит сделать здесь, в Китае. Вы примерно можете посчитать эту энную сумму денег, которая понадобится вам. На момент моего приезда, когда я только-только собирался в Китай, на тот момент мне понадобилось 30 тысяч рублей для того, чтобы как-то обустроить свою комнату, купить какие-то вещи дополнительные, там, шампуни, гели, учебники, об этом мы всё ещё поговорим. Но на тот момент и курс был другой, то есть если сейчас он 13, два года назад, когда я приехал, он был 6-7 рублей, то есть когда обменивал 30 тысяч рублей, это было около 4 тысяч юаней, а сейчас это уже, конечно, будет наоборот, там, тысячи две, тысячи две с половиной может быть юаней, где-то так. Перед отъездом посмотрите онлайн-банки и выберите для себя, в каком же, по какому курсу выгоднее всего поменять рубли на юаней, и возьмите с собой кэш, обязательно возьмите с собой наличные деньги. Вот вы уже добрались до своей комнаты, в общежитии, вы заехали и она абсолютно пустая, там ничего нет. На первое время вам может понадобиться что-то для готовки или что-то для того, чтобы есть, то есть если вы приносите еду с собой, да, то переложите её в тарелку, ложки, вилки, всё это можно приобрести в основном в кампусе, даже есть магазины, где можно приобрести всё это, но покупать это всё на платформах китайских, то есть Таобао и других магазинах, это достаточно дешевле, поэтому не стоит спускать все свои деньги именно вот в магазинах по приезде. Также другой момент, мы всё-таки приехали учиться правильно и очень много надо потратить денег на канцелярию, то есть там ручки, карандаши, тетради и помимо этого ещё мы студенты, ну как правило, хотя бы в моём универе мы покупаем учебники самостоятельно, то есть, например, за один семестр у меня учебники выходили 100 юаней, то есть три предмета, три учебника и в сумме где-то это выходило 100 юаней. В каждом универе это может быть по-разному, также зависит от того, на кого вы учитесь, сколько у вас предметов и сколько нужно покупать учебников, но и заказывать учебники онлайн достаточно дешевле, чем покупать их вот в магазине, в библиотеке школы или где-то ещё, то есть так делал я вот уже на третьем курсе универа. Поэтому сейчас давайте просто быстро заглянем в магазин и посмотрим цены вот на любые разные бытовые вещи, которые можно приобрести именно вот в кампусе на момент приезда. Я не буду показывать вам цены на все-все-все предметы, которые можно купить на Пхиндуду или Таобао, вы это сами можете скачать приложение, сами зайти и посмотреть, даже вот просто не покупая, да, регистрируясь без китайского номера или без банковской карты, все это можно сделать онлайн в телефоне. И вот при просмотре этого видео вы можете вот для себя сравнить, что же выгоднее купить сковородку в магазине или сковородку на Таобао. Это, ну, так образно. Итак, тогда погнали в магазин. Итак, вот мы и добрались с вами до супермаркета, который находится внутри кампуса. И давайте просто я вам покажу примерные цены, что здесь есть из бытовых предметов, которые могут понадобиться на первый момент. Вот помимо еды, вот именно, да, какие-то полезности. Например, первое, подушка. Самая дешевая, не скажу, что она хорошая, но она стоит 15 юаней. То есть 15 юаней около 200 рублей за подушку на первое время. Здесь есть, конечно, большой выбор, да, то есть есть здесь что-то вот такое вот достаточно тяжелое за 150, которая ортопедическая подушка, но, опять же, ее можно проще заказать, будет чуть позже на Таобао или на других сайтах, где будет все, конечно, подешевле. Здесь, если мы смотрим цены, например, на всякие шампуни, здесь какие-то неизвестные бренды, может, для вас известны, 25-16, да, что-то вот из вот таких вот разрядов, то есть до 30-35 есть какие-то наборы, что-то для себя взять можно. К примеру, вот из шампуней вот понтин 35 юаней. В принципе, считаю, что достаточно 400 рублей, да, где-то получается 450. То, чем пользуется, вообще напишите, вот, какие для вас подходящие цены. Head and shoulders 25,6, ой, что упало? Юаней. Не люблю снимать в общественных местах, я еще не привык к этому. Конечно, нам нужно стирать одежду, то есть смотрим, опять же, на ценники. Можно что-то найти вот такое вот за 8 юаней, можно что-то за 19, а можно еще что-нибудь за 31. То есть, опять же, цены везде разные, ну, не знаю, я никогда не беру что-то себе дорогое из вот таких вот вещей. И, опять же, я чаще всего, я заказываю себе это все на Таобао или где-то еще на Пиндодо, потому что там гораздо дешевле. Но, опять же, на первое время, когда вы приедете, у вас не будет возможности, да, что-то купить, постирать одежду после долгого перелета, поэтому вот зайти в магазин, взять что-то на первое время, в принципе, возможно. Также вы, вероятно, слышали то, что вот в Китае, да, популярны все вот эти вот бутылочки, в которых можно носить воду, они туда как сумочки цепляются себе сюда вот на плечо. И здесь также есть вот разный прайс. К примеру, есть тоже вот 16, 21, 14, все разные. Ну, тут есть для маленьких детей, да, есть вот побольше. Вы можете приехать и выдумать, господи, как же круто, я хочу много всего сразу себе купить. Нет, не надо. Остановите себя, пожалейте своих родителей, пожалейте деньги, даже если вы их сами заработали. Купите что-нибудь позже на Таобао. Из посуды также, посмотрите, ценник, в принципе, довольно адекватный, то есть 7-8 юаней, 6, да, на какие-то кружки, бокалы, очень большой выбор именно вот в магазине, то, что можно приобрести просто так. Если вдруг вам понадобится что-то готовить, там есть сковородки, ведра, вообще-то вот постоянно все эти коврики, есть всякие тазики, я не знаю, для чего не нужны вешалки. Кстати, вешалки в Китае довольно нужная вещь, потому что на балконе чаще всего они вешают одежду сушить, сохнуть на вот таких вешалках. Вот, что мы дальше с вами видим? Всякие вентиляторы, это все тоже присутствует для того, чтобы в кампусе ребята сразу все покупали, потому что жарко, ну, по крайней мере, на юге Китая, в Гуйлине, у нас очень жарко. Всякие швабры, веники, это все тоже будет затратно. Но, опять же, видите, да, например, есть ценники разные, то есть 20 юаней, 28, что-то было за 5, все раскупили. То есть ценники совершенно разные. Итак, сейчас давайте поговорим о тратах на Таобао или на других любых китайских платформах. То есть до того, как вы начнете совершать онлайн-покупки, вам нужно сделать свою банковскую карту. До этого вам нужно получить визу, это там еще неделя, две, три, то есть все это очень занимает много времени. Но есть выход, чтобы начать свой онлайн-шопинг намного быстрее. Думаю, вы уже многие знаете об этом, но я повторю для тех, кто об этом не слышал. То есть вы можете скачать Jifubao, найти любого другого студента, кто уже живет в Китае, кто-то уже на втором-третьем курсе, это могут быть русские студенты или любой другой страны, у которых есть Jifubao. Дать им свою наличку и попросить их просто отправить по QR-коду эти деньги вам. И тадам! Вы можете тратить деньги на любых других китайских платформах и начинать совершать покупки. Почему я говорю об этом сейчас? Потому что я уже говорил, когда вы заезжаете в вашу комнату, там ничего нет. И вам нужно обустроить свою комнату. Идут траты на что? Это может быть постельное белье, да, какие-то подушки, это может быть какой-то декор, если вам важно. Если вы готовы готовить в своей комнате, вам также нужна посуда, сковородки, тарелки, ложки, кружки, все-все-все. Всего этого нет в вашей комнате. Поэтому начинать свой шопинг рекомендую вот именно с этих платформ, а не из магазинов. Если это вам не нужно прям в самые первые дни. Итак, ребята, на этом мы заканчиваем наше видео. Надеюсь, что оно вам помогло и было достаточно познавательным. Давайте с вами вместе подытожим. Итак, первое. При сборах в России мы берем с собой меньше одежды, потому что все это можно приобрести здесь. И мы берем с собой самые необходимые вещи из ряда косметики или каких-то лекарств. Окей, это первое. По приезде сюда мы берем с собой достаточно налички. Это тоже очень важный аспект. Не забываем. Здесь по приезде, приходя в свою комнату, мы можем в первые дни что-то закупить в магазинах в нашем кампусе. Самое необходимое. Но мой совет, не тратьте много, не покупайте много, потому что когда вы увидите ассортимент на Таобао, вы будете думать, блин, я уже это все купил, ну а там все такое красивенькое, и там оно дешевле. Зачем я потратил столько денег? Поэтому много тратить не надо. Покупайте самое необходимое в магазинах в кампусе. Итак, дальше. Как только мы получили джифубао, мы просим кого-то положить нам деньги, и после этого привязываем свой джифубао к аккаунтам на платформах китайских и закупаемся там. Также не забываем про то, что нам нужна канцелярия, нам нужно что-то, декор для комнаты, какие-то бытовые вещи, и, конечно же, учебники. Мы приехали сюда учиться, про это мы не забываем. Итак, ребят, на этом все. Всем пока, спасибо большое за внимание.